Сегодня в городе в так называемый черный список попало почти тысяча объектов. Часть из них уже снесены, свыше трехсот на очереди. Половина из них высотные строения, по ним уже есть судебные решения о сносе. Осталось решить вопрос финансирования. На помощь судебным приставам пришел федеральный бюджет. Как отметили на совещании, на все объекты деньги получены в полном объеме. К слову, снос одной высотки, например, обходится собственнику от 10 до 20 миллионов рублей. Значительную часть объектов сами должники сносят. Сегодня это такая тенденция, очень положительная для нас. Если еще полгода назад это была редкость, то сегодня где-то треть объектов находится в работе у самих должников. И снос происходит под контролем судебных приставов. Но несмотря на борьбу с самостроем, их с очень незаконные объекты продолжают возводить. И для того, чтобы остановить этот процесс, отметили на совещании, необходим комплексный подход к решению проблемы. Только комплексный подход всех служб, еще раз, прежде всего, в исполнительном производстве, это службы судебных приставов, это постоянный надзор надзорных органов прокуратуры, это содействие и взаимодействие в работе позиции МВД Российской Федерации. Это постоянная принципиальная позиция города Сочи, потому что борьба с самостроем, как правило, инициируется этим органом. И здесь ставится задача, чтобы это была система не только в рамках подготовки к Олимпиаде, но и на последующие годы. В завершении встречи Александр Коновалов попросил свою службу активизировать работу. Тем более, что в город из других районов Краснодарского края прибыли дополнительные силы судебных приставов. Задача, которая была поставлена заместителем председателя правительства Дмитрием Казаком, должна быть выполнена в назначенный срок, отметил министр юстиции. То есть в октябре в Сочи не должно остаться ни одного самостроя, по которому на данный момент уже есть судебные решения.